Просто ты туда кидаешь, и всё, и там, ну, в кого-то точно прилетит. Окей, окей, нам будет потестить. Мы поехали, я посмотрю за Хоми, пожалуй. Мне интересно, что сейчас у нас ребелы могут здесь показать. Посмотри, он сразу занимает вверх. Молодец, ему сейчас надо, главное, вот это он зря сделал, потому что, ну, попасть так... Куда ты спрыгнул, твою мать, сиди наверху, зачем, что ты сделал, из чего ты прыгнул вниз, господи, Хоми. Сиди, хэгэ, держи. Блядь, зачем? Они спили. Вот здесь надо вдвоём. Снова, вот видишь, они отдали карту практически, на самом деле, из-за этого МОА сейчас. Вот я об этом и говорю. Не, ну, не карту, это как бы пихают там на это начало всего. Им сейчас надо здесь вдвоём сидеть, одному, вот, Хоми, здесь сидеть на магнами, и желательно вперёд выйти, чтобы хотя бы караулить. Выйди, выйди, подстрелить зарядку, да, подстрелили, посмотри, кто там. Зарядку? А там, не думаю. Вот сейчас наверх ему надо идти, по большому счёту, к зарядке надо было. Зря он побоялся, потому что рядом с зарядкой никого не было, был проход наверх открыт. Вполне мог бы пойти. Ну, окей, он взял ар-2, что тоже, в принципе, неплохо, а вот это палево. Всегда, когда ты идёшь через тоннель, молодец, хорошо попал. Давай, теперь отжирайся, отжирайся, смотри низ. Хороу. Теперь жри по максимуму. Да, смотри назад, ага. Здесь по звукам можно ориентироваться. Всё, молодцы, заняли вверх, держите, всё, вообще. Проблем не будет. Хоми, Магнум, возьми, держи низ, вот здесь стоишь, хорошо. Здесь Магнум взять, просто сиди, смотри, всё. Я бы сейчас посмотрел, как они будут атаковать. Корнэйч? Как он принимался с карджем, попал по нему, спам мы не смог добить. Ему Егорка что-то подсказал, что там кто-то выходит, потому что по звуку, я не знаю, понял он или нет, что там кто-то едет, слышал он. Да, там слышно, слышно, там, типа, этот банан сверху, ну, всегда слышно, я сам знаю. Немало играют Егора Air Fusion, неправильный выбор оружия всё время идёт. Егорка, сзади обернись, ебеный мальчик, иди наверх, давай, Магнум, бери, бери, брони, расстреливай, молодец, хорош, попал, хорошо. Вот всё как Серёжу улучшат, блядь, давай, слушай, Серёжа, у тебя что получится, блядь? Давай, иди ловить бубу, блядь, если это не Егор. Блядь, ну вот что, что у тебя с реакцией, блядь? Это героин, что это, извините, осуждаю, пиздец, героин, что это, осуждаю? Осуждаю, очень сильно, осуждаю, это плохо, видите, какая реакция плохая, дети, вот, если, вот, бахнул хмурый, осуждаю. Ну, Гариман ему унёс РПГ, блин, и чуть не вымер, между прочим, но, да, контролирует он, так скажем, заднюю часть карты, посмотрим, будут ли здесь ещё республики, здесь огромное количество республики, между прочим, поэтому достаточно... Вот, когда кончается зарядка наверху, с неё надо уёбывать держать нижний этаж. Желательно ещё тайминг запомнить. Блин, Хоми всё время с шотганом бегает, блядь, надо менять оружие-то иногда, шотган, конечно, хорошо, но метров 15 ты уже ничего не попадаешь. А он всё время с шотганом пытается, пытается, наверное, за счёт того, что противник, кажется, комбайнов. А вот здесь, снизу, надо было через решётку кидать. Я обожаю так делать, то есть, если энэми уходит на решётку наверх, он твой Грену никак в жизни не поймает. Ну, по естественным причинам. Пока что достаточно близкие качели, вот посмотрим, палит ли холоднокровие о команде Егор, для того, чтобы выделить победу на второй карте. Главное сейчас не обосраться в штанишке и просто спокойно держать вверх, когда есть зарядка. Вот Хоми сейчас надо было вниз спуститься на арт-2, чё он боится, я не понимаю. Ну чё они вдвоём стоят? Один спам, всё, пизда, нога. Плюс-минус, нам надо мобильнее быть, конечно. Ой, хорошо подловил, красавчик, молодец. Со связью играют. Хоть что-то хорошее. Застряли. Неловкий момент, вот прикладываешься. Вот, смотри, Хоми, вот-вот, шотганы иногда нормально умеют, но опять же на близких дистанциях. Чуть подальше и всё, пизда, нога. А вот это опасно, ну, да, опасно. Неправильный выбор оружия очень долго переключался. Отдали, между прочим, центра карты, Корнеевич стоит сейчас уже на макеуме, готов, как бы, встречать, забирать. Да, 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 вот и Квас ещё и фраспанул. Квас держит респ, он знал. Давай посмотрим за Егора, посмотрим, как они будут организованно пытаться выбить центр, потому что они стали на карту конкретно. Более того, там ещё их и душат. Сейчас попал, кстати, болтом. Да, знаете, за счёт этого он... Ну, он мог бы даже зарабшить, но отпустил, ладно, вперёд. Сейчас за ним надо в спину идти, да, правильный горка. Давай, атакой, наверху нет никого, чё-то туда смотришь. А, вот уже есть, да, выпрыгнул. Даже двое. Ну вот, блядь. Всё равно не в позиции Квами, ему по большому счёту не рашить. Ну, здесь Квас должен легко его убить, да. Окей, 17-14, пока что ещё не конец света. К тому же, вот никто не исключает камбэка за счёт РПГ. Вот они пока что ни разу его ещё не взяли, на шары его... Радиоторды уходи. Здесь фэртшоп можно было сделать, блядь, что ты, нафиг, куда ты смотришь? Застыкал, застыкал, просто элементарно не хватило реакции. Не тренят они, Р прям видно, не тренят они его. Кто? Иролы? Не-не-не, Егоры. Прям не понимают по звукам, долго-долго очень реакция идёт. Во, молодец, хоть так ты, кстати, уёбывай, не, не успеешь. Ладно. Да, вот у Егоров есть эта тема, они немного завтыкают, и всё. Они прям начинают карту жёстко проёбывать, они очень сильно торопятся всё-таки. Аркадий в них силён, чувство Аркадия. Они прям начинают щемить, пытаться фраги отыграть, и только больше и больше себя в яму зря. Потому что начало-то хорошее было, на самом деле, могли вполне всё делать. Если сейчас напрягутся, не будут ломиться, блядь, то вполне варианты есть. А вот здесь это было, конечно, уёбывать. Но он понадеялся, как Фишер, опять же, на мужика выходит, да, как ты сказал, с Магнумом. Вот он попытался что-то сделать, но, как говорится, худаный, блядь. Он не ожидал того, что у Паза есть РПГ в этом моменте. Он думал, он будет с Магнумом как-то стреляться, как знаешь, как в бою. Он всё время на этой карте стоять рядом с каким-то выходом, который вниз падает, либо ещё куда-то. Потому что РПГ может быть в любой момент. Ты слышал, как кто-то прыгал в тоннель, РПГ может быть у противника. О, здесь снизу, хорошо, давай, не выходи на верхний, не надо, не надо. Может, конечно, подкрысить, но, да, решать ему как-то обойти, но не надо. Конечно, место плохое, если бы сейчас кто-то там с РПГ-то был... На классе он опытный, видишь, он взял, вообще ушёл. Кстати, мало КП у него, ну, блин, за счёт просто лучшего стрейфа и неожиданности он его перестреливает. Обидно, обидно, конечно, такое. Чувствую противников, вот, потому что, конечно, Егоры более аркадные ребятки, чем Хармидж с квазом, поэтому они, как бы, конечно, с квазом легко их именно, даже в схватках 1 на 1 легко именно наёбывают. Так, ну, Егор пытается... Здесь, ну, надо было, молодец, конечно, фраг сделал, но здесь гораздо выгоднее было будет идти назад и прострелить кнопку на РПГ, чтобы КВАС не взял её. Ну, успел там долететь, большой вопрос. А так сделать, что там, в руках. Нет, 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 на самом деле на стрейфджампе он бы пока долетел, пока бы запрыгнул в дырку, ты мог бы на кнопку нажать, и человек бы взорвался наверху. Здесь надо было назад сделать, конечно, фраг выиграл, но вы отдали РПГ. Ну, тонкий момент. Слушай, ну, вот сейчас мы только, да, перевёз все-таки на их стороне, да, видишь, им повезло. Ну, я бы не сказал, всё-таки они этот размен выиграли и роллы. Вот, видишь, как бы последний фраг КВАЗа, и он на зарядке стоит, и, впрочем-то, никого туда не пускает. Отрых 9 фрагов, не самый конец света, на этой карте он достаточно просто отыгрывается, всё-таки испытывает контроль, да. Ну, и как не может попасть к вас, просто взял, провозил всё, что можно, господи боже мой. Окей, корней совершенно не в позиции должен, да, и догоняет его отлично, всё. Окей, берём РПГ, будут ли они брать РПГ, хватит ли у них для этого яиц? Я хотел уметь с лифта запрыгивать, всё-таки, я заметил, что никто практически с лифта не прыгает, потому что, если вы отогнали противника на задние респы, да, где вход идёт в тоннель, Да-да. Прыгните с лифта на РПГ, это займет гораздо меньше времени и будет гораздо тише. Да, классно с тобой. Ну, и к тому же не придётся идти просто в логового врага для того, чтобы сказать, я ну тут напротив тебя сейчас... Вот сейчас Хоми проебался, под ним противник был, под решёткой, всё, он отпустил его на задний респ, всё, догонишься теперь. Второй шаг... А, нет, ой, это какая ошибка сейчас была от Яролов, если он сейчас не перестреляет раз на раз, то всё, пиздец. Нет, смотри, слушай, они всё-таки одновременно Яролов атакуют, они плюс меня не знают. Ну, ну, он сейчас раз на раз, размер прошёл. В 2015-2016-2017 году они достаточно много играли против Эйла и Сентри как раз-таки вдвоём. Это сейчас они как бы достаточно инактивные, играют уже как бы на опыте, но раньше они были достаточно сыгранными. Играют практически без связи. Не знаю, сейчас они юзают дискорд, на самом деле похоже на это, но, насколько я знаю, они просто любят, больше предпочитают сами слушать карту там и как-то самостоятельно ориентироваться, нежели бы давать какую-то инфу к Роме ключевой, типа поднимите руку. Он бы смотри, два их раскатал, наверху, видимо, ему Егорка помог с Магманом. Всего шесть раков отрыв, мне кажется, могут они за счёт того... Могут, если они сейчас, ну, не будут торопиться, потому что Хоми очень сильно торопится. Я заметил, он даже когда с какой-то позиции влетает, он прям спешит, вот прям выстрелит, сейчас здесь срочно. То есть вот какую-то паузу буквально там в десятую долю секунды сделай, прицелься и тогда пальней. А он прям вылетает из-за угла и сразу стреляет, стреляет, стреляет. Ну, я сейчас ещё понял, мне вот что бы хотелось добавить, у меня как раз такая вот недавно была ситуация. Вот на картах, которые делятся пополам, типа... Блин, я немножко тут и вас разлил, очень страшно. Вот, короче, на картах, которые делятся пополам, типа Каверс, Локдаун и вот Air Fusion, вот, Enemy, когда чувствуют, что могут проиграть, отдать преимущество, могут занять вторую часть карты и, типа, эй, у вас преимущество, давайте как вы заражите. Да, ломитесь к нам просто, тупо. Да, ну, мне вот интересно посмотреть, как Егоры попробуют вот эту ситуацию разыграть. Если они догадаются, разыгрывают, без слов. Леночка, займи эфир на минуточку, пожалуйста. Хоми ломятся просто, прям нападают. Я не забываю занятий хир, потому что кто-то отправил донат с конечной, с 3-8, у меня говорилось, когда мы с вами. Ну, сейчас ты ослышь того, что мы с вами. Ты меня слышно, а там... Я ничего не понимаю, что происходит. Слушай, ну, 4 фрага, отрыв, может быть, соберутся, ребята. Иди, Горка, заряжайся, свободно, зарядка Че-то стоит, дрочишь-то, господи Это они не слышат меня противники Пусть он заряжается, его хоми снизу прикрывают В любом случае, если кто-то будет прыгать снизу, они это услышат Вот, молодец, догадался, бля, года не прошло, ёб твою мать Вот, внизу уже есть хоми, че-то ты не видишь что-ли его, блядь Ой, мам, дорогая Хорошо попал, второго добей Бля, хоми то боится нападать, то не боится нападать Не может синхронизировать моменты нужные с ненужными, блядь Как сейчас, например Дай хоми зарядиться, у тебя магнум есть, иди и держи другие точки Куда ты, а, ну хорошо, ладно, два против одного, молодцы Я не видел, что сзади Егор был Решил уже, что хоми сейчас отдастся Жестко Да, вот та ошибочка была Вот так ты прыгаешь, чему он все время прыгает к нему, я не понимаю Вот, что вот это за мания все время прыгает, у него бочка Он ее взял, пойми ты сверху по нему, зачем ты хайграунд все время отдаешь Не знаю Ну, сейчас зря постолку потратил, мог бы из автомата вполне добить Ну ладно, ты его делал, окей Блин, два фрага отрыв, ребятки, вы можете в целом? Давай, пока никто не палит, иди, возьми, возьми А здесь сначала надо кнопку нажимать, потом прыгать за РПГ, сэкономишь почти секунду в этом случае Молодец, красава просто Бля, такому же я его точно не учил Ты все-таки бесплатные уроки даешь, или что? А не, ну он со мной на паблике играет, я просто я люблю очень сильно Вот, и я говорю, то есть, когда он со мной время от времени играет, я прям замечаю, что иногда хорошо, иногда прям что-то вообще пиздец То есть, непостоянный игрок Ну, видишь, от настроения, видимо, у него зависит У меня тупо от усталости, то есть, как бы, устал, не устал Вот, такая охота, ну, либо пьяный, или не очень Потому что трезвый вообще, не играю, блядь, в халфольте, когда Так, типа, чуть-чуть выпал, хотя бы пивасика Нормально Блин, у меня, кстати, наоборот, я не могу играть, если я выпила, а у меня, знаешь, как за руль садиться Я, кстати, тоже предпочитаю пьяным, но вообще, ну, только в доту можно идти, ну да В доту, да, а вот, типа, в CS зайти или в DM, тем более Тем более в DM, когда пьяная захожу в DM, это просто похорона Я, кстати, на прошлом стриме рассказывал, у меня был случай, как я против пьяного Хоми играл Ну, в тот день точно бухал, он достаточно сильно был пьяный, в общем, было мне Ну, никого вообще, говорю, не вижу Я орал микрофон, надеюсь? Ну, я орал микрофон, потому что он выиграл, у меня Ну, тут, да, я тебя не насуждаю, да, тут, блядь, это можно Ну, короче, да, было забавно, вот, ну, все-таки одну карту я у него выиграл, поэтому было нормально Ну, блядь, торопится, пиздец Что ты так волнуетесь, блядь, не корову проигрывать Очень аркадный Хоми, вот, прям, пиздец, ему надо поспокойнее чуть-чуть играть, буквально чуть-чуть замедляться, он торопится, пиздец Сколько ему лет, кто-то знает, может, у него возраст, конечно, такой Ну, достаточно молодой, думаю, где-то, года 24 Не, не, ну, это как бы нормально, еще плюс-минус можно там контролить Потому что это мне вообще как бы пихует, блядь Это я, если очень сильно в говнище, только ломиться буду, да, так, блядь А вот он, да, он, право, все время ломится, он хайграунд отдает регулярно Зачем, непонятно, конечно, я понимаю, что у тебя шотган, но можно сверху пострелять по противнику В крайнем случае, просто от 1 азарт тебя уже никто не достанет, а внизу, блядь, трех ремешек О чем ты говоришь, чувствуется вот в команде и ролл, они все-таки повозрастнее, они как-то более позиционку держат лучше и за счет вот этого Да, именно микроконтроль, вот этих позиций, они гораздо лучше работают Да, за это просто приняли, давайте прыгайте на нас, у нас будет преимущество первого выстрела на хайграун Еру, опять же, то есть был отрыв, когда ты отходил, два фрага И сейчас уже 10 Не хватает, там чуть-чуть дожимать, они начинают, видимо, очень сильно уходить в аркаду Ну, то есть, такие, сейчас, сейчас мы доиграем и прям все, не видно, что сейчас происходит Ну, это рандом, понятно, тут как бы Ну, это, между прочим, вот, Кваза, он, то есть, на шару убил одного и просто вышел на рампе, но вот это когда-то, у тебя не можешь нормально стрейпиться и уворачиваться, он просто перестал Егора за счет большого стека За счет большого стека Ну, да Господи, зачем? Ну, молодец, да, он, ну, потому что такой, бля, Егора, вы не можете убить, давай яхотку сделаем, ебану Сократим разрыв, хотя разрыв только увеличивается, на самом деле Ну, вот, у них был хороший варик, там, два фрага было, они вот Ну, конкретно, эролы стали, конечно, на карту, тут Кваз, конечно, доминирует И отличный суппорт роли выполняет Корнейдж, он, как бы, не фидит и имеет КТА примерно в один, наносит урон и, в целом, разменивается Да, он, как саппорт, вообще замечательно себя показывает, вот, макету только кто-то там крутит, нихуя не обучен Ну, что у тебя с реакцией, господи, хомит О, молодец, добил, красава, идите, занимайте вверх, скорее, пока там нет никого, блядь Ой, хорошо, я не смотрю, я не смотрю, только что он скормляется Часек Так, хоми, так, у них, между прочим, вот сейчас команда эрол находится не позиции, тратит первый выставил сетку Помните, тем временем, да, ну, здорово, в принципе, попадает в голову, перезаряжается у него шаган и стоит ждет из слов, видимо, по инфекции, кто играет, он стоит, банане, почему-то непонятно, не идет, опять-таки, за рфг, не пытается что-то, ну, перестреливают, окей, да, здорово, приняли, тем временем, отрыв, девять фрагов, окей, но в них, самое главное, есть контроль над картой Ну, опять же, у них контроль есть, они такие, блядь, контроль есть, контроль есть, потом разбегают Да, 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 о чем ты говоришь, вот именно конкретно он взял, пошел аркадить и эту аркаду превосходно прочитал, просто к вас и взял ему гранатой накормил вот наверх пришел вот сейчас вот на хоме был даже там один есть даже два ты а тот же можно доработать ну да 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 и уставать им иван знаю помнишь такого надо доработать четкие хп и для спектаторов все-таки видение через те нормально будет хотя бы будет будем понимать что происходит или мини карту сделать такое хотя бы на мини карту это дыхая сложно а вот через стенки для спеков мне кажется вполне можно сделать и допилить количество хп чтобы отображался время времени смотрелся на хобби решил что ну нахер вообще каждая секунда все же теряю я веру вот команду егоры они конечно были способны показать конкурентоспособную игру вот но мне кажется что все-таки это больше за из-за отсутствия опыта героев на этой карте все-таки они игроки олдовы air fusion вещь достаточно не выживая поэтому могут согласен согласен карте очень много лет но она была там не в финальном варианте но там какой-то был air fusion r4 там того но она по сути была такой же красочки ну а чё турнир на бабки почему бы нет я на самом деле вообще не осуждаю они добили вот сейчас 8 фрагов если они так продолжат прятаться то ара минуту это надо обосраться фрагов более они ну да да ладно в принципе ну ну то что вы так герой поза это сделали можно было гораздо раньше потому что полтора минуты от ни о чем это знаешь такой какой-то люки в ебону типа вот мы будем ныкаться полторы минуты тоже место станете познаешь как будто вы включите на за другом он просто там же стоит куда ты стреляешь из а ракеты молодец уходи в доме в твою пользу же перестрелка господи хоми до последнего стреляется ну туда вариантов ноли с надо фраги отыгрывать не у егоров был шанс хорош если они потрениться на эре больше вполне могут обыграть просто хоми спешит за егора я мало смотрел на этой карте в основном за хоми вот он очень торопится конечно он прям как будто не до конца вообще понимать что он делает просто я должен что-то сделать а что конкретно должен сделать наверно сейчас сейчас решим короче я прыгну там решить моменты геймплей ну да 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 вот момента не до конца чувствует все таки торопится я тоже со своей колокольни что у него арсенал как бы репертуар вот его так скажем инвентаря очень ограничен то есть как бы я прыгал упор там стреляю шутганом если я промахиваю что по сути козырей верхове у него никаких нет пошел с магнуму зачем нашел до конца перестреливаться карны что ли да он до конца начал перестреливаться отойдите за стеночку господи постреляйте там с ним пусть он пусть он тебя вылавливает из-за угла уже в конце концов да не ну в принципе гг да у игора хороший шанс был на этой карте надо потрениться хоме надо немножечко меньше торопиться и вполне они могут их выграть просто надо замедлиться не рашить в аркаде сильно не уходить и все будет в целом здорово и интересная была игра то есть по крайней мере не так как кавернс в одни ворота несмотря на я думаю что они бы могли получше там сыграть вот если бы егор пришел заранее сыграл бы там какую-нибудь дуэрику или там паблик или хотя бы миксик вот до этого но он пришел последний момент заставил нас ждать за что ему дисреспект козел ладно вот вообще на армянский счетчик поставить и так центре надо спросить там как как там с армянским счетчиком